Здравствуйте! С вами Сергей Ильченко с еженедельным видеосюжетом. Сегодня у нас очень позитивная тема. Мы поговорим о роли чуда в нашей жизни, которая, вроде бы, понемногу налаживается. Вон, новое правительство приступило к работе. Правда, оттуда чудес нам не обещают. Они же еще мелкие. Чудеса верят. Вот и сотворите для нее чудо. Хотя бы пустяшно. В одном из своих первых интервью, данных в качестве премьера, Юрий Лянко заявил, что, мол, не стоит ждать от правительства чуда. Поскольку он и будет выполнять свои обязанности не более полутора лет, ну, сколько там осталось до новых парламентских выборов, а за такое короткое время ему никак не на чудесить всерьез. Так говорит новый премьер. А он у нас человек слова. Все мы помним, как в бытность министром иностранных дел он заявил в июне 2011-го и подтвердил это в ноябре, что уйдет в отставку, если до конца следующего, 2012-го года, граждане Молдовы не получат безвизовый режим со странами Европейского Союза. И вот, пожалуйста, все сбылось. На дворе 2013-й год. Безвизового режима как не было, так и нет. А Лянко уже не министр иностранных дел. Он премьер-министр. Так что, граждане, можете спать спокойно. Сказано, не будет правительства чудес, значит, не будет. Лянко сказал, Лянко сделал. Кого-то это, наверное, разочарует. А мне, напротив, стало спокойнее. Потому что с чудесами в Молдове и без правительства перебор. То, что не будет и не надо. Как говорится, от греха подальше. Да. Когда мы снимаем этот сюжет, наш премьер находится в Брюсселе. С первым официальным визитом в новом качестве. Увлекляет отношения с Евросоюзом. Продвигает, опять же, тем безвизового режима. И привлекает в страну инвестиций. Возможно, мы еще услышим, что если не дадут через полтора года Молдове безвизовый режим с ВИЭС, то наш премьер уйдет. И все сбудется, как обычно. Я даже боюсь предсказывать, куда он может уйти. Иди в баню. Ну, хотя правительство и пообещало им творить чудес, они все равно случаются. Такая же это страна, Молдова. Тут на каждом шагу чудотворцы. Ну вот, извольте, среди бела дня неизвестное лицо унесло государственный флаг, висевший внутри Триумфальной арки. Это самый центр города. Тут полно камер слежения. Причем, непосредственно, на флаг их было нацелено четыре штуки. И никто и ухом не повел. Был флаг, нету флага. Ты вор, джентльмен удачи. Украл-выпил в тюрьму. Украл-выпил в тюрьму романтика. После такого чуда пропажа 150 тысяч леев из охраняемого здания Министерства обороны выглядит вообще рядовым происшествием. Хотя, если подумать, это ведь тоже чудо, причем не одно, а целых два. Первое чудо. Откуда в Минобороны вообще взялись 150 тысяч леев наличными? Причем, заметьте, не в сейфе, а просто в ящике стола. Невольно хочется заглянуть к нему в другие столы, но нельзя. Военная тайна. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Ладно, не будем зацикливаться на деньгах, поговорим-ка лучше о духовном. Как совсем незаметно отметили в Кишиневе день рождения Пушкина, Александр Сергеевич. 6 июня, если кто не помнит. Незаметно в том смысле, что спокойно, и опять же без привычных уже год от года повторяющихся чудес. Никто не стал требовать переименовать улицу Пушкина в улицу какого-нибудь другого, правильного поэта. Никто не стал публично цитировать известное пушкинское стихотворение про Кишинев. Последнее, впрочем, скорее чудо, чем его отсутствие. Поскольку гений, как известно, написал не только о Кишиневе. В стихотворном ответе на приглашение Филиппа Филипповича Вигеля приехать в гости, Пушкин, в частности, написал «Погиб несчастливый Содом, но с этим милым городком я Кишинев ровнять не смею. Я слишком с Библией знаком, и к лесте вовсе непривычно Содом, ты знаешь, был отличен не только вежливым грехом, но просвещением, пирами, вести приимными домами и красотой нестрогих дел. Как жаль, что ранними громами его сродил еговый гнев. В блистательном разврате света хранимый Богом человек и член Верховного Совета. Провел бы я смиренный век в полиже Ветхого Завета». Пушкину, можно сказать, повезло, что он уже умер, притом довольно давно. Будем жив, такие строки не сошли бы ему сегодня с рук. Даром, что гений и наше все. Моментально. В море. Это же пропаганда ценностей Европейского Союза. За такую пропаганду неистовый бельский поп Маркел, уже не различающий церковного служения от политических игр в подтанцовке у Владимира Воронина угрожают отлучением от Русской Православной Церкви аж 53-м депутатам парламента, голосовавшим за известный закон о равенстве шансов. Должен сказать, что в данном случае депутаты повели себя достойно. Новый спикер Игорь Корман напомнил расходившемуся служителю культа о том, что у нас пока еще светское государство. Так что массовая благодать, нисходящая на всех подряд, в принудительном порядке, под присмотром полиции и под угрозой сожжения на костре в случае отказа, нам не угрожает. Пока еще. Кстати, если депутатов действительно отлучат, и кого-то из них это будет волновать, то они запросто и безо всяких проблем могут перейти в румынскую православную церковь, которая тоже присутствует в Молдове. Опять власть меняется. Никаких канонических отличий в вопросах веры между двумя церквями нет. Так что это еще вопрос. Кто, кого и от чего может в итоге отлучить? Депутаты, если их разозлить, они ведь могут так прохлясть законодательно, что мало не покажется. Почему, думаю, и здесь чудес не будет? Все ограничится грозным маханием калилом. Трубка 15, прицел 120, батарея огонь, бац-бац, и мимо. А вот молдаване, работающие за границей, творят чудеса, можно сказать, буднично. Месяц за месяцем. В апреле они перевели в страну в общей сложности 135 миллионов долларов. Данных за май пока нет. А с января по апрель исключительно гастарбайтеры перечислили в Молдову более 455 миллионов долларов. Все-таки наши сограждане и те, кто уехали, и те, кто еще остался, это чудо. В самом члене есть позитивном смысле. В остальном особых чудес пока нет. Ведь чудеса порождают неспособность людей следить за несколькими действиями сразу. Это вам скажет любой элезионист. А сами по себе по отдельности эти действия вполне обычны. Просто пока мы с вами наблюдаем постановочные сценки, постановщики решают свои проблемы. Ну что я вам, бандюра с большой дороги. Я же атаман идейный. И все мои ребята как один стоят за свободную личность. Значит, будут грабить. Вот и сейчас, пока мы увлечены пропажей флага, неистовым мархелом, дождями, смывшими сколько-то сотен миллионов леев и прочими раскрученными сюжетами, Михаила Ефёдоровича Гимпу скучно вызвали в прокуратуру по внезапному уголовному делу о финансировании либеральной партии на выборах 2010 года. Дело возбудили после появления в интернете записи телефонного разговора министра окружающей среды Георгия Шалару, члена либеральной партии, с неким итальянским бизнесменом, у которого Шалару попросил 70 тысяч евро, непонятно на что. Гимпу, конечно, говорит, что ничего не знал и финансирование из-за рубежа либералы не получали, а деньги Шалару брал себе. Тын-трын, тын-трын, одного целую, тын-трын, тын-трын, а меня кусаешь. Что решит прокуратура, неясно. Но Михаил Федорович это явный звоночек. Дескать, выходишь, дядя Миша, из рамок допустимого формата, не скромно себя ведешь. Мол, ты один у нас вроде идейный, а другие, значит, вроде Володи. Не надо так. Показывай карманчики. Ты что делаешь? Ты композитор! Ты... Ой! Ситуация с Владом Филатом еще интереснее. Предводитель либеральных демократов сегодня похож на тропедированный, хотя и держащийся на плаву линкор. Самый неприятный из всех тропед стало решение конституционного суда, возникшее, кстати, с подачи того же гимбу. Этим решением Филат навсегда лишен права занимать пост премьера. Здравствуйте! Все, кино не будет. Электричество кончилось. Конечно, помимо премьерского кресла в Молдове есть еще и президентская, и председателя парламента. И о самом решении могут со временем забыть. В Молдове и такие чудеса бывают. Но могут и вспомнить. И в самый пафосный момент достать его из архива, как кролика из шляпы. Так что пробоинного репутации Филат получил очень серьезно. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Таким образом, новый политический сезон вероятно станет сезоном борьбы уже не четырех, а только двух лидеров, усидевших пока в седле. Влада Плохотнюка и Влада Воронина. И тут уж жди чудес. Оба явно нацелились пожонглировать левые фразы. У Воронина репертуар старенький, но отработанный. А Плохотнюк будет импровизировать. Хотя кто знает. Может, они и не станут воевать, а возьмут, да и помирятся. И будут снова дружить, как и раньше, в доброе старое время. Семьями, партиями и бизнесами. Вместе ходить в лидерские набеги. Вместе потешаться на дню. В дачниками, оставшимися в дураках. Земля летит! Да, чуть не забыл. Еще одну серию чудес готовит нам парламент. Принято решение переголосовать все законы, которые были направлены туда правительством Филата после его отставки. Мне почему-то кажется, что переголосование будет очень интересно. Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Тут одна только радость. Пока министры и депутаты будут заняты разборкой между собой, про народа они, конечно, и не вспомнят. Этак лучше. Поскольку, чем реже наши правители вспоминают о нас с вами, тем меньше в нашей жизни происходит нежеланных чудес. До следующей недели. С вами был Сергей Ильченко. Субтитры создавал DimaTorzok